всем доброе утро я уже вчера говорила что девчонки у меня обе за температурили ночью мне пришлось вызывать скорую в общем в 11 часов жене температуру померила у нее 40 и дала ей лекарства ну думаю через 40 минут через час по мере в 12 мере температура 40 в общем за час вообще не сбилась нисколько там 40 даже с копейками я давай скорую вызывать приехали довольно таки быстро приехали померили температуру и уже поменьше было немножко 39 с копейками там не говорят ну вот только начало действовать только начала температура спадать спадать ну вы знаете 40 это же вообще страшно и думаю как я ее там ну хотя там обтирал ее и все но все равно страшно вы сами да наверно знаете что ладно там 39 39 и 5 но когда 40 и чуть чуть выше уже мандраж страшно начинается поставили и укол немножко еще посидели вот чопов ого вася давление ну это все нормально сказали пойти на прием и вот сейчас буду будем собираться и уже пойдем на прием почему такие вот дела заболели и дети очень сильно все привет всем привет как не люблю я эти поликлиники на завтра мы так хорошо записались приехали бы не сидели в очереди а сегодня сейчас будем сидеть и сидеть и сидеть куда деваться ну скоро уже вызывали надо врачу тебе вы же болеете тянуть до завтра смысла нет у нас один врач только с нашего участка еще один врач должен быть но его нету поэтому все к одному врачу ходят мы остались последними хотя за нами женщина занимала она сказала я отъеду ну приеду снимут тоже полтора часа полтора но время еще есть 20 минут у нас запасе если за 20 минут не успеем приедем домой надо будет сразу детям температуру померить то что я говорю жене горячая температура ну ладно дома померяем надо будет сразу сейчас наверно сначала в аптеку заедем записал лекарства так все получили мы последнюю бутылочку дети заказывали что это для бассейна купил это все мне не надо тяжело взяли продукты ну да да сейчас температуру померим что доктор прописал мы все выкупили антибиотики так еще взяла знаете скорую бы не пришлось вызывать будет у меня дома анальгин с парацетамолом сбивает вообще на раз но у меня был только парацетамол скоро приезжала же не поставили только анальгин женечка уже не ушла машину потому что то что надо будет сейчас покушать поэтому взяла сосиски вот такие вот чудо йогурты пряники вот такие шоколадные это плохие губки но других нету вот такой вот свеченой жене сказал он хорош тот на сухарики пустим да он уже на на два дня назад покупали доктор прописала нам антибиотики вот такой у нас есть ну и не знаю там наверно мало это я вот сам взяла это саша она не заболела еще иммунитет поднять лизабакт у нас есть на тоже там половинка наверно ратакан тоже где то есть мы там тоже немножко короче все что доктор прописала я все купила так все пойдемте мерить температуру и пить лекарства почти два часа были в поликлинике дариночка моя красотулечка все попылесосила полы помыла это я же не лекарства давала приехали домой или температура опять 39 все прибрала все помыла одеяло почему тут лежит ночью же не сильно температуре лая ее обтирала чтоб температуру сбить и и одела конечно мокрая она чистая но просто из-за того что я ее постоянно обтиралась влажным полотенчиком тома главное нормально женя сейчас лекарства дала нам он там лежит болеет температура 39 а девчонки а муж таки не показали обувь какую мы купили а ну-ка идите тома чуть я тут оттуда лежит это мое давление нарисовала о вот кормишку маленького и у меня вот здесь я начала рисовать большой а у меня здесь х3 очень много маленького и у меня кисточка моя сломалась не саша дала пока саша молодец не сломалась тоненькая это ниточка была и и оторвала все так неудобно ну хорошо все придется как умницы мои да сейчас покажем обувь не так и не показали девчонки заболели все скомканно получилось у нас вот она моя красотулечка так болеет но девочка сейчас уже полегче стало сейчас уже температуру эти уже все это у всех иммунитет разный вот женька так реагирует температуру под 40 ничего ничего к санаторию выздоровеешь дарина у меня вот умница прям она вычистила опять всю ванную руками мы моем потому что представляете тут мы как бы это расчесывается все остальное я тоже вот время вот так вот руками я все мою швабрами уже как бы все остальное знаете еще как дарина мы приехали она тут помыла такая только попробуйте мне что-нибудь на кроши что-нибудь уронить да что-нибудь разлить ну ничего ничего ну нет и так все равно он пойдем милая пойдем капельки сейчас да подожди ты сейчас могу покажу не одевайте вы на это на бошу ногу в общем купили мы всем кителя ну вы видели вот кителя штаны и кофты вы тоже видели в рекламе там сильно так обзор не это получился вот обувь томи на физкультуру туфли у нее есть вот такие красивые саша обмерила вот такие же много всяких вот много у нее почему-то пятка выскакивает и все а вот в этих кроссовочках нормально это вот на на физкультуру они очень легкие и знаете еще ответены они легко так вот гнутся если мечом пинать будет не больно ну тут у тому тоже вот такие и просто женины покажи девчонка место завтра будет полегче завтра вася нас в город гарина увезет и мы уже с гариной будем одеваться обуваться вот уже не тоже выбрала сороковой размер правду но знаете они похожи как маломерки потому что на самом деле у нее тридцать девятый а другие тридцать девятый мерила даже не они были огромные в общем вот это такие ужиньки это на физкультуру чисто на физкультуру ходить такие покупки у нас были тома ты вчера только температуре лучше опять в холодной воде лазишь отец выгоняй ее отсюда ой женька опять температура тридцать девять женька сейчас померил температура опять тридцать девять ну вот видите как но организм у всех разные это уже бегает как сайгак уже уже прибежала мама можно в ближний магазин сходим колу купим и чё теперь колу покупать ей колу покупали да иди ложись пойдем горлышко брызгать лекарства ализабах ты и дала да все теперь бассейн на неделю как бы не больше пока не выздоровеете все пусть стоит пока называется у нас немножко напрягало то что мы подавали заявку и нам отклоняли очень многие мне советовали спасибо вам огромное пока писали так вот многие писали что нужно позвонить нужно пробовать 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 мы дозвонились слава богу очень быстро и разговаривали именно с тем продавцом который нам упаковал это все которую он нам подписывал вот эти вот гарантийный талон и все и вот всего помощью мы видео показывали фотографировали с него цапе прям общались и он нам все помог сделать подсказал как подать заявку прислать им номер заявки потом он своим сообщил в общем огромное спасибо ему мы возвращаем и он сказал деньги нам вернут поэтому не боитесь пробуйте пробуйте звоните договаривайтесь и все будет хорошо вот он мне лично написал сейчас сказал все я вам заявку одобрил пожалуйста езжайте сдавайте на бал берез обратно он попросил конечно говорит вы его упакуйте и хорошенько скотчем замотайте я прям видео ему сняла как мы тут все упаковываем как все скотчем обматываем извинился он конечно скорее всего что-то при транспортировке случилось он сам лично его упаковывал и он его проверял и все такое ну бывает видимо такое в общем у меня настроение прям очень поднялось вот здесь мы всегда миллион раз вам уже сказал покупаем курицу и берем пельмени пельмени очень вкусные поэтому взяла сегодня два килограмма пельменей сгущенку рогачевского взяла и что-то у нас это нету давно горчицы купила хотела клюкву взять я говорю у вас всегда клюква и голубика там все на мороженое было она говорит нет мы на лето но продавщица мороженое ставим а с октября месяца уже будут ягоды замороженные хотела так клюкву купить чтоб намять ее ну есть в этом наверно не ягоды мороженое мне надо ну может быть на больших рынках конечно но клюкву по моему еще рано клюкву еще наверное не продают ну а клюкву еще рановато немножко это по сентябре по сибирски а может быть да хотела вот так намять и пить морсом не готовила сегодня столько времени в больнице проторчали потом все с этим гироскутером разбирались так сфотографирует тут там общались все это время идет и идет и идет потом стюхте там созванивалась все нужны отчеты об элементах вот тоже один запрос второй зап короче все равно вот так вот день проходит ну правда успела постираться два раза и все ну это понятно но все равно загрузить его вытащить да развеешь нет но не приготовила да и знаете все равно как то вот это вот не стабильность что мы с и дуба уходим все равно кошки на душе скребутся блин ну ладно прорвемся господи ничего страшного лишь бы все были живы и здоровы девчонки еще болеют женька опять говорю лежит опять температура 39 но она всегда так она так температуре всегда вот ну ничего ничего за черной полосой всегда будет белая так что все нормально женье полегче стало уже тут женье заказала себе пенал она не смогла выбрать в каляки-маляки заказала на балдере зачем все туда напихали как она все доставать будет а ручки карандаши два корректора клей текстовый делитель ластик стружилка скотч стружилка это что тебе подарили сюда положили нет это алинин а ну то не так не надо все выкинуть это что затаскать это все мам выкинуть ну в смысле убрать да я вообще подошло не хотела вот это вот старая это моя вообще красная ручка у тебя калькулятор есть только она себе купила а ты что не купила она такая я хотела там в магазине смотрела выбирала вы на кайфе уже были она такая говорит а что надо мне там сказала я сказала я хочу тебе кое-что показать но после того как мы выйдем я пыталась думала что 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 а потом вышли и она мне показала в машине только конкулятор конкулятор вытаскиваем все я взяла короче 2-3 типа замазку вот такого типа ручки только большой ну нельзя же замазывать можно почему мы в пятом классе замазываем вот мам есть Санечка пожалуйста не смотри сейчас будет вот такая черная ручка вот такая хорошая просто мэджик вот так покажем так показывали же уже зрители напихала 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 сейчас покажу детьми были бы какие-то эстетичные а не какие-то завтра не знаю ну вот у тебя ж мало всего нормально у меня ручек еще нету мама угадай сколько сюда вмещается предметов ну можно штук пятьдесят запихать семьдесят вот крючки замазки и вот калькулятор в чем плюс смотри она не сломается вот калькулятор там еще пятьдесят пять пятьдесят тридцать пойдешь экзамен по географии писать он тебе очень пригодится да а а саша даже не поняла ничего ха-ха-ха читать саш на географии нельзя считать не математика ха-ха-ха математика типа хороша все примеры короче у меня всегда пятерки по математике это трансформер мак просто решила на всякие сутки вот так вот еще вот такой карман в общем дорогие мои мне даже уже деньги вернули за гироскутер моментом все сделали спасибо им огромное спасибо прям на душе на душе прям легче что заперли тебя а мама кувырки делал ну-ка сделай отпускается кого по кондиционеру книгу ой не знаю все готово у нас пельмени у нас только хлеба было что-то набрали набрали а народу мало никто хлеб не ест посмотрите Дарина сейчас мы его засушим Саша попросила чтобы он был прям сухой сухой а то я в прошлый раз делала она говорит был мягкий не очень вкусно ммм какая красота маленько уже отходит что-то подождем минут десять а Вась а ты это в телефоне найди ко мне инструкцию дай девчонки катаются совсем от попы отлегло а мама можно мама можно мама можно можно я пойду можно я пойду покатаюсь можно я пойду на улицу видите только температура тридцать девять была ты ж меня забьешь смотрите как грецкие орехи падают вон сколько ну орехов нынче очень много ну портятся конечно мамы тут уже огромное дерево ну выросло уже через 25 лет вырастет ну на улице прям прохладно хорошо как ну это только сегодня потом опять тридцать один тридцать четыре тридцать пять тридцать пять я думала ты к ней прицепилась посмотрим я говорю иди иди я тебе вечером укол поставлю три на кот ты тоже гуляешь не читает какую книжку читаешь Вот эту я тут читала вчера. Я там почти всё-всё-всё прочитала. Ну, молодец, молодец. Потом уже будешь рисовать, да? Я не поняла, а чё это такое? Это такой стол и был? А, у меня, кстати, спрашивали, где мы покупали такие. Это мы брали в Услабинске, в магазине. Я думаю, если на Балберисе поискать, я думаю, они есть. Они так-то очень удобные. Сейчас, хотим, покажу. А, вот сердец, держа. Ну, я там с Сашей. Вы чё тут делаете? Заполняешь читательский дневник? Вот, пока что нет. А, вот, Саша, смотрите, голову закончилась. Мне красиво получается рисовать, да? Ну... Как будто она сама нарисовала. Саша талант, потому что вот так вот раскрасить тоже надо уметь. Я даже, наверное, даже раскрасить так не смогу красиво. Я думаю, за три часа всего лишь. Угу. Вчера и мать с Харисом она сегодня сейчас. Угу, молодец. Спасибо. Девчонки там у меня. Пшикаем им горло, чтоб не заболеть. У Дарины температура уже сегодня была 37. Ну, надеюсь, переборет. Я тоже надеюсь. У меня вниз в 7, надеюсь. Она прописи пишет. Ну, пускай. Чем-то же заниматься надо. А я год. Я вообще тысяча лучших головолова, Макс. От пяти до семи лет. Папа даже не смог решить. Это реально? Да. О, мой читательский. Я вообще хочу, не знаю, может, делать пробиться, если будут. Мне так не нравится, что в жизни нравится свой почерк. Он такой какой-то вроде нормальный. В то же время, но ему не нравится. Так, Дарья, ты вот так руку держишь. Нет. Да какая разница? Мам, ну что это? Да большая. Ну, мне не нравится. Кто так держит палец? Все. Все люди на земле. У тебя пальчик вот так загнутый. Мам, я так же пишу. Нет. У нее указательный палец, он согнутый вовнутрь. Вот так? Да. Нет, я никогда не держу. Я вот так всегда держу. Она всегда. Кому ты говоришь? Мам, я всегда вот так вызываю. Она всегда так писала. Она всегда так писала. Она всегда так писала. Саша, и здесь у меня вот так вот, а ты просто не держи. Саша, еще не держи. Даже я не умею. Нифига себе щелкает эти палец. А он у меня правда вот так выгибается, он только вот так вот. А умеете вот так? Ой. Да. Раньше не умела так. Сейчас Алинка умеет так. Я тоже умею. А я раньше не умела. Я тоже так умею. А у меня такая дырочка получается. Саша, потому что как хрустит палец? Да я не слышу. У меня в ухо. Ого. А у меня была девочка, она же была маленькая. Она же была совсем телом круиза. Я так раздражала. После этого начинает разминку делать свою. У меня прям... Ну реально. Ну то куда? Она прям вот так вот с этой начинает... Ну реально, ты послушай, она как будто... Ну... Как будто скелетная. Бессмертная, блин. Трещина в один. Угу. Что за пальма страшная? В общем, все. Если Дарина к завтрашнему дню не разболеется... Они как раз вытаскивают. Ну давай. Тома, конечно, за температурой. Бегала. Довольная. 38,5 температура у Томы была. А я не болею. У меня... 38,5. Молодцы. Зато на улице бегали. Ты что? А у меня 36,5. Угу. А я стрясти так не смогу. Ты так руку себе вывихнешь. А как, мама? Ты смотри, как аж рука хрустит. Это кровать? Мам, а я всегда... Смотри, как делаю. Я вот эту... У меня правая. Зажимаю вот так вот делаю. Она не сбрасывается. Просто мне надо стена, сколько я смогу. Мам, ты стряхни, померяйся. Ну, мам, у тебя больше силы. Я этого не могу. И как ты встряхиваешь? Я тоже не могу. Ну, как ты встряхиваешь? Я не могу. Ты встряхнула же уже. Нет, там 37, там 36,6. И у меня сейчас будет. Ничего я не встряхнула. У меня не получается левой рукой. Это не надо. Все, я скипалу делу. Все. Пошли лекарства пить. Я попила. Еще? Ты не то попила. Какое? Я тебе дала всего лишь таблетку Лизобакта. Такое, которая такая? Да, кстати, антибиотик. Сейчас будем пить еще. Почему я так всегда на коньяках ни разу не болела? Это хорошо. А в школьные дни через день палию. Понимаешь? У тебя воспаление хитрости, наверное, сразу бывает. Когда школа начинается. Нет? Ленин, просто сидите на ровном месте по 40 минут и 6. А я как сижу. А как ты на работу пойдешь? Там вообще ленин сидеть. А я буду работать с лошадьями. С лошадьями. Не танцем. Саша, ты не работа. Там за ними тоже ухаживают. Я знаю. Ну все, так-то. Так ладно, все. Пошли быстро лекарства пить. Все. Всем пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok